Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. Наша съемочная группа попала в плен. Самый сладкий плен. В Люберцах открылся новый кондитерский цех. Чей мусор? В Люберцах обнаружили свалку, которая никому не принадлежит, однако изрядно портит жизнь местным жителям. Мы с тобой одной крови. Сотрудники ЛГЖТ приняли участие в донорской акции. Полонез, полька и вальс. Полторы тысячи кадетов закружили станции на втором международном кремлевском кадетском балу. Школа добрососедства. Ученикам 16-й гимназии рассказали о православии, исламе и иудаизме. Веер, маятник и топорик. Соревнования по настольному теннису прошли в одну из люберецких школ. Устоять нельзя упасть. Вся правда о гололёде. Пряники, зефир и кексы. Наш корреспондент Анна Троян побывала в настоящем раю для сладкоежек. На кондитерском предприятии «Полёт» в Люберцах. Там состоялось торжественное открытие нового цеха. Печенье должно быть вкусным, в цене конкурентоспособным. Ну а мы будем способны, будем помогать. По крайней мере, я ваше печенье покупаю. Почти 20 лет назад они сделали ставку на натуральные ингредиенты и не проиграли. Сегодня Люберецкая кондитерская фабрика «Полёт» – одна из самых крупных в Подмосковье. Производит 60 наименований продукции, которая поставляется по всей России, а также в зарубежные страны. Полёт в мир удовольствия или рай для сладкоежек. 14 видов овсяного печенья теперь изготавливают на современном автоматизированном оборудовании. К примеру, это традиционное, полностью выполненное по советской рецептуре. Попробуем? Новый цех у фабрики – второй по счёту. На линейке итальянского оборудования изготавливают не только привычное овсяное печенье с изюмом, но и миндальное с фундуком и курагой. Нововведения, говорят технологи, позволяют делать продукцию более стабильного качества и производить в 12-часовую смену до 12 тонн готовой выпечки. На кондитерском предприятии невозможно полностью автоматизировать весь процесс. Это связано со спецификой. Наша задача, чтобы на коробках у нас написано «вкус знакомый с детства». Чтобы вот этот вкус знакомый с детства и оставался и у следующего поколения. Фабрика «Полёт» работает исключительно с крупными надёжными поставщиками. Производители полностью отказались от пальмового масла и консервантов. Именно поэтому срок годности сладости не превышает двух месяцев. Мы работаем строго по советским нормам. То есть мы работаем на изюме, мы работаем на правильном соотношении овсяной муки. Это не так просто выдержать. У нас концепция нашего предприятия, которое очень поддерживает наше руководство, работает фактически без применения Е. Какие бы они ни были. Мы даже работаем разрыхлители, применяем ещё те разрыхлители, которые были повреждены ещё советскими сборниками цепторов. Замес теста, создание формы, выпечка, фасовка и упаковка. В этом цехе печенье проходит все этапы производства. Новое оборудование и предприятие в целом высоко оценил глава Владимир Ружицкий. Хорошее предприятие, в котором работает 400 человек. Это 400 рабочих мест. Но вот куча новая линия, вот они вложили в эту линию 147 миллионов рублей, это 540 рабочих мест. Поэтому предприятие в развитии Николай Ивановичу я пожелал устоять. А устоять как можно? За счёт качества хорошего, ну и цены приемлемой. Новое помещение цеха пока ещё не заполнено полностью. В ближайших планах предприятия там поставить ещё одну автоматизированную линию итальянского оборудования. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Внимание, мошенники! На пороге люберецких квартир всё чаще стали появляться люди в спецодежде, которые предлагают услуги по замене телевизионного кабеля и подключению интернета от имени антенной службы ЛРТ. Мы заявляем, они не имеют никакого отношения к нашей организации. Сотрудники антенной службы ЛРТ посещают своих абонентов исключительно по заявкам люберчан. Кроме того, все работники имеют при себе специальные пластиковые бейджи, удостоверяющие личность. С перечнем сотрудников антенной службы ЛРТ вы можете ознакомиться на сайте www.lrt.tv в разделе «О нас» вкладка «Коллектив» команды телеканала. Стоит отметить, что информация о нашей компании, размещенная на сторонних сайтах, может не являться подлинной, так как наша организация не давала на это разрешение. За все материалы, которые размещены на сомнительных интернет-источниках, ООО ЛРТ не несет ответственности. Будьте бдительны. Если у вас возникли сомнения, позвоните в нашу антенную службу по телефону 8-495-559-7601. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Московский вертолетный завод имени Миля отпраздновал 70-летие. На сегодняшний день это один из самых известных мировых разработчиков авиационной техники. В честь юбилея предприятия состоялся праздничный концерт, а лучших сотрудников завода отметили почетными наградами и званиями. С появлением вертолетного завода имени Миля начался новый этап в развитии отечественной и мировой авиации. За 70 лет работы легендарное предприятие разработало более 13 основных моделей вертолетов, от легкого до сверхтяжелого. В том числе самый популярный в мировой истории Ми-8. Машины, которые выпускает завод имени Миля, эксплуатируются более чем в 100 странах. Они составляют основу вертолетной авиации России и ряда других государств. Дорогие друзья, 70 лет это рубеж, исторический этап. Можно даже немножко там пофантазировать. Мне бы хотелось, чтобы наши последователи, наши молодые специалисты также встретили столетия нашего предприятия с такими же успехами, что мы знали, что Милевцы всегда впереди. Это было, есть и будет. На торжественном собрании, посвященном юбилею вертолетного завода, присутствовали сотрудники руководства предприятия, военные вертолетчики, представители Министерства обороны, а также ветераны завода. Ваши разработки обеспечивают защиту нашей Родины. И во многом успехе последней операции – ваша заслуга. Спасибо вам. От имени главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого мы приносим самые сердечные поздравления, желаем благополучия и достатка семьям работников предприятий. Более 40 сотрудников получили во время торжественного собрания почётные грамоты и ведомственные награды. Три человека удостоились высокого звания – почётный авиастроитель. Также для гостей мероприятия организовали праздничный концерт. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищи. Традиционное мероприятие. День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья прошло и в Люберцах. В рамках акции жители могли обратиться в свои организации за решением жилищно-коммунальных проблем. Помимо этого, люберчане могли узнать больше о безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. Воздушными шарами, чаепитиями, играми встретили жителей в ЖЭО номер 2. В праздничной атмосфере граждане задавали волнующие вопросы, разбирались в проблемах, а некоторые приходили на встречу с благодарностью. У нас очень проблемный дом был. Но нам настолько хорошо, это действительно, это совершенно искренне. Нам сделали прекрасный ремонт. Нам поменяли пластиковые, бесплатно, окна. Вы представляете, бесплатно? Я не представляла в своё время. Так что, в общем-то, я пришла за благодарностью. Дни открытых дверей в управляющих компаниях раньше проводили ежегодно. Сейчас это ежеквартальные встречи с жителями. Все вопросы в этот день фиксировали в журнале, чтобы не пропустить ни одну проблему. Но всё же особенностью мероприятия стало непосредственное общение граждан с управляющими компаниями. Главная задача – это общение, простое общение с народом на понятном языке, без жалоб, без писем, с глазом на глаз. И решать те проблемы, которые сегодня возникают. А их действительно возникает, их очень много. Делать действительно нужное, необходимое. Вот таким общением мы снимаем очень массу вопросов, которые могли бы быть в социальных сетях, могли бы быть средства массовой информации. От года к году тематика встреч меняется. На этот раз это безопасное использование газового оборудования в квартирах. Нередко возникают чрезвычайные происшествия при его использовании, особенно при несоблюдении техники безопасности. Мы считаем, что с населением нужно проводить профилактические беседы, направленные на то, что, во-первых, на исполнение законодательства, в частности, обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного также. Ну а во-вторых, просто вот так посидеть, побеседовать и объяснить людям, что это действительно необходимо и что это влечет за собой безопасность. Присутствие госжилинспекции – еще одно отличие дня открытых дверей от обычного приема. Это позволяет всесторонне рассмотреть вопросы жителей. Отметим, в этом году более 600 компаний подали заявки на участие. Мы заинтересованы, чтобы наладить прямой контакт с каждым жителем, с каждым собственником и решить их проблемы, их вопрос, если у них они есть. Напомним, каждому владельцу жилого помещения необходимо заключить договор на обслуживание газового оборудования. Об этом и многом другом напоминают на подобных встречах. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Неприятный запах и мусор под ногами. На многолетнюю свалку пожаловался наш подписчик в Инстаграме. Расположена она по пути на железнодорожную станцию Люберцы-2. Почему свалка находится рядом с общественным местом и какие меры примут власти для ее ликвидации? Наша съемочная группа разбиралась с ситуацией. На страницу телеканала ЛРТ в социальной сети Инстаграм К нам от жителя Люберец пришло сообщение о горе мусора по пути на станцию Люберцы-2. Приехав на место, мы увидели настоящую мусорную свалку. На территории предприятия работали люди и техника. Мы стучали в ворота в надежде, что к нам выйдут и сообщат хоть какую-то информацию. В итоге, спустя 15 минут ожиданий, к нам подошли. Правда, разговор состоялся только через щели в воротах. Это же не убирается никуда? Как это не убирается? Нет, нам фотографии, нам люди жалуются, присылают фотографии. Девушка, ничего не могу сказать. На заборе нет ни вывесок, никаких либо обозначений. Интересно, что и сами сотрудники не знают название своего места работы. Так, на большую информацию мы и не надеялись. Но спустя некоторое время к нам вышел еще один мужчина. Ну, убирается, потом привозит, опять убирается. Ну, а это законно сюда привозят вообще? Я не знаю, законно или нет. Как мы поняли, со слов сотрудника этого неизвестного предприятия, мусорная свалка действует на постоянной основе. Наш подписчик, сообщивший об этой проблеме, отметил, что мусор сюда привозят на КамАЗах. Через некоторое время здесь же сжигают и заново поставляют. А длится это на протяжении многих лет. На съемку по обращению граждан с нами выехала активистка, член общественной палаты, которую также взволновал этот вопрос. Вот то, что я сегодня увидела, это просто не подается никакому анализу нормальному. Это просто свалка, и люди не могут сказать, что это, откуда это, откуда они вообще здесь появились. Пахнет, вот мы здесь стоим, пахнет, да, вот, а пойдет какой-то осадок, ветер, да, в сторону жилых массивов, жилых домов. И весь этот аромат, он будет, люди будут этим дышать. В Люберецком округе часто жалуются на неприятный запах. И уже долго идет поиск причин его появления. И стоит предположить, что это только одно из многочисленных скоплений отходов, которые скрыты от глаз жителей. Ну а свалки возле станции Люберца-2 в Люберецкой администрации знают. На данный момент власти направили обращение в прокуратуру и госсадом технадзор. Скорее всего, предприятию грозят административные санкции. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста сдали кровь в рамках донорской акции. Мероприятие проводится 2-3 раза в год. На сегодняшний день в городском округе постоянную необходимость донорской крови испытывают пациенты родильного дома, детской больницы, трех стационаров и других учреждений здравоохранения. Встать рано утром, собраться духом и пойти на благое дело. Для маляра седьмого ЖЭУ – это не в новинку. Валерий Иванов раньше был донором постоянно. Сейчас стремится возобновить былые успехи. Вместе с ним на Люберецкую станцию переливания крови пришли 40 сотрудников жилищного треста. Решил последовать примеру коллектива, поддержать. Возможно, моя кровь кому-то и пригодится в этой жизни. Хороший коллективный пример в этот раз подействовал на 15 новоиспеченных доноров. Среди них и водитель ЛГЖТ Александр. Он только начинает свой добрый путь в сдаче крови. Раньше я сдавал кровь один раз, да, я был донором. Это было в 2009 году в армии. На данный момент я недавно устроился в ЛГЖТ на работу. Вот решил вместе с коллегами прийти тоже сдать кровь. Это полезно, во-первых. Нужное, так сказать, доброе, бравое дело. 420 миллилитров крови. Именно столько от каждого за одну процедуру получает станция. Даже один донор может существенно помочь при переливании или операции. А сотрудники ЛГЖТ уже более 10 лет приходят на помощь учреждению. В год сдают кровь четыре раза. Первая мотивация, это, конечно, она идёт из сердца, из души, от души для того, чтобы помочь людям. А потом, конечно же, за данное мероприятие у нас отдел кадров предоставляет два дня отгула. Стать донором очень просто. Для этого нужно быть здоровым и достигнуть совершеннолетнего возраста. Немаловажно помнить и о медицинских противопоказаниях. В частности, ими могут стать инфекционные заболевания. Поэтому сначала каждый проходит осмотр у врача, сдаёт кровь на пробу. При положительном результате спустя два месяца доброволец может стать донором. Я обращаюсь ко всему населению Люберецкого района. Приходите к нам, сдавайте свою кровь. Это всё-таки поможет спасти жизнь. У нас ведь и дети, и роженицы, и очень большой контингент больных. Есть заболевания кровью, все травмы, операции. Всё это сопровождается использованием компонентов крови. Для полного обеспечения местных медучреждений кровью ежегодно требуется около 3,5 тысяч кровоотдач. Однако, несмотря на помощь от предприятий и постоянных добровольцев, станция переливания всё ещё остро нуждается в новых донорах. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылись 15-е областные рождественские чтения. В рамках этого мероприятия в Храме Преображения Господня прошла конференция. На этот раз её тема – нравственные ценности в системе образования Московской области. Также на семинаре состоялось награждение юбилейными почётными медалями, которые посвящены столетию восстановления патриаршества. Рождественские чтения стали традиционным событием. Они проводятся в России с 2004 года. Для обмена опытом на различных площадках встречаются священнослужители, педагоги и представители власти. В этом году, в год столетия событий 1917 года, мы говорим о нравственных ценностях, о значении нравственных ценностей в будущем человечества. Говорим на самых разных площадках, с самыми разными людьми. Но главная цель – чтобы мы обратили внимание на то, на чём должна сиживаться основа любого общества на нравственности. В этом году во время официальной части некоторых присутствующих удостоили особой награды – юбилейные медали. Награждение проводил епископ Зарайский Константин. Тут ценная, наверное, самая суть названия этой медали – медаль юбилейная. Она посвящена 100-летию восстановления патриаршества. Это событие для меня лично очень важно. И я понимаю, насколько это было духовно значимо. Поэтому, конечно, это такая очень высокая награда именно в духовном её смысле. Многие гости на подобной конференции присутствовали впервые. Но уже отметили высокую значимость события не только для общества в целом, но и для каждого человека. Хочется ещё, чтобы исподвыли. Каждый человек, мне кажется, он уже своей жизнью проповедует какие-то ценности. Поэтому хотелось бы, чтобы наши педагоги, чтобы мы и родители, они были ближе к этой культуре, к православной культуре. Докладчиками была подчёркнута значимость понимания педагогами духовно-нравственной культуры и её ценности в воспитании молодого поколения. Также было отмечено, что система образования в Люберецком округе считается одной из лучших в Подмосковье. Помимо этого, по итогам конференции было предложено полнее анализировать работу педагогов и по возможности внедрять новые предметы, где упор был бы сделан именно на воспитании нравственных качеств. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Полонез, фигурный и классический вальс. Полторы тысячи воспитанников кадетских образовательных учреждений стали участниками второго международного кремлёвского кадетского бала. Курсанты съехались на праздник со всей России, а также из стран СМГ и дальнего зарубежья. Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, призвано возродить имперскую традицию и чествовать героев не только прошлого времени, но и настоящего. Кавалеры кружатся в танце с дамами. Погоны, строгая форма и платье в пол. Под звук оркестра полторы тысячи курсантов вернули гостиному двору тот самый неповторимый дух Российской империи. Хозяин бала, герой Советского Союза Николай Антошкин, как и полагается, встречал гостей пламенными речами. На вас вся наша надежда. Мы вам передаем эстетику вашей руки. Его должны достойно дальше принести. Первый кадетский корпус в Российской империи был основан в 18 веке. Именно тогда в нашей стране начали зарождаться подобные мероприятия. На празднике 2017-м все в лучших традициях того времени. Элита государства, политические деятели, герои Советского Союза и России. Лучшие курсанты не только вальсировали, но и установили новый мировой рекорд. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали, что на паркете одновременно находились более 600 бальных пар. Второй международный кремлевский кадетский бал состоялся в самом центре столицы, возле Красной площади. Гостиный двор будто перенесся на пару столетий назад. В вальсе закружились кадеты со всей страны. Никто не стесняется, движения отточены. И вообще создается такое впечатление, что в таком празднике они участвуют далеко не впервые. В гостиный двор участники приехали из 42 субъектов Российской Федерации. Крыма, Мордовии, Мурманска, Калининградской области и других регионов. А также страны СНГ и ближнего зарубежья. Все они воспитанники кадетских корпусов, школ, детских домов и интернатов. Когда танцуешь с партнером, чувствуешь себя как-то девушкой. Как-то стержень появляется внутрь, неграция, осанка. Танцы – это вообще очень прекрасная вещь, особенно для парня. Любой мужчина должен уметь танцевать. А эти горцы танцуют не только лесгинку, но и уже освоили вальс. Курсанты из ингушского горского кадетского корпуса. Обучились классике всего за два месяца. Для меня это большая честь, приучаясь в этом мероприятии. Я многих людей узнал, подружился с лекторами. Я хотел увидеть всех героев России, героев Советского Союза. В кадетских школах танцевальное мастерство – один из обязательных предметов. Именно поэтому ребята всегда готовы заскользить по паркету и дать мастер-класс. Марафон балла был расписан по минутам. Всего курсанты исполнили несколько десятков танцев. Один за одним сменялись стили, виды и в том числе партнеры. На самом деле, во-первых, это интересно. Потому что ты никогда не знаешь, кто за твоей спиной окажется. То есть я могу повернуться, и там будет абсолютно незнакомый мне человек. Но очень сильно передается атмосфера именно баллов, особенно международных, вот именно таких баллов. Потому что действительно, все как в 19 веке. Григорий и Полина – опытные исполнители классического танца. В составе Люберецкой делегации на международный Кремлевский кадетский бал приехали во второй раз. Всего из нашей кадетской школы в праздники поучаствовали 20 наиболее талантливых курсантов. Дети, естественно, готовятся к этим кадетским балам. Проходят у них тренировки в школе. Ну, представьте, 20 танцев заполнили. Прежде всего, они общаются с другими кадетскими корпусами и школами. То есть у них обмен опытом идет, обмен какими-то эмоциями. Кремлевский бал в центре столицы – бесспорно уникальное событие, которое запомнится каждому из участников. И хотелось бы, чтобы подобных мероприятий у них стало больше. В гимназии номер 16 «Интерес» стартовал пятый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». На этот раз он посвящен Году экологии и 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В течение 10 дней учащиеся будут бороться за звание победителя. Какие испытания для этого нужно преодолеть, знает наш корреспондент. Открытие ежегодного фестиваля началось с дефиле учащихся в национальных костюмах. Для 16-й гимназии это мероприятие имеет особое значение. Здесь воспитываются представители более 20 различных национальностей. Дети принимают активное участие в жизни учебного заведения вместе со своими родителями. В первый день фестиваля таким семьям вручили благодарственные письма. Спасибо вам большое. Такой межнациональный праздник 16-я гимназия проводит не в первый раз. И более того, учащиеся сами снимают про него репортажи. В прошлом году юные корреспонденты «Интерес ТВ» подготовили спецвыпуск, посвященный этому событию. Его показали гостям нынешнего фестиваля, а профессионалы в свою очередь дали оценку проделанной работе. Вы молодцы. Все, кто причастен к созданию этого спецрепортажа. И педагоги, и учащиеся. Все-таки наша дружба с вами не прошла даром. Данный спецрепортаж заслуживает уже эфира. И я думаю, мы как-то с вами вместе соберемся и продумываем программу, которая будет крутиться и выходить в эфире Люберецкого районного телевидения. Победители прошлогоднего фестиваля торжественно вручили кубок директору гимназии. Через 10 дней он будет украшать кабинет уже другого класса, который покажет высокие результаты на различных конкурсах и викторинах. Это будет квест за мир и дружбу. Это будет конкурс инсталляции «Вернем земле цветы». Это будет составление виртуального маршрута на английском и французском языках. Люберцы, Москва, Люберцы. На каждый конкурс есть свое жюри. В жюри входят как педагоги, так и совет обучающихся. В фестивале «Радуга дружбы» принимают участие все классы с первых по одиннадцатые. Шансы на победу одинаковы у всех. Самые маленькие воспитанники гимназии уже показывают хорошие результаты. Автором лучшей фестивальной марки стала первоклассница Екатерина Морозова. Наталья Григорьева, Луиза и Геозарян и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Первый в Люберцах открытый урок «Школа добрососедства» прошел в 16-й гимназии. В мероприятии приняли участие дети средней и старшей школы. Спикерами выступили священник Дмитрий Березин, председатель духовного управления мусульман Московской области Рушан Абясов и раввин еврейской общины Мутищ Иван Косенко. Наша страна многонациональна. Бок о бок мы живем, учимся, отдыхаем, но не задумываемся, а что мы знаем о культуре других народов. В рамках проекта «Школа добрососедства» дети имеют возможность встретиться с представителями различных диаспор и задать им волнующие вопросы. Так в 16-й гимназии прошла интересная и плодотворная беседа, темой которой стала добродетель. Я хотел бы вам сформулировать свое понимание добродетелей, как я так вижу, как это в иудаизме понимается. Для меня добродетель – это качество характера, которое мотивирует человека к действию, и через это действие приводит к увеличению добра в мире. Спикеры высказали не только свое личное мнение относительно благодетели, но и разъяснили, как это понятие трактуется в священных писаниях каждой религии. И это стало одной из особенностей встречи. Конечно же, очень важно сегодня познавать. Познавать не только свою личную культуру, традиции, религию, но и своего соседа. От этого мы становимся богаче, и от этого мы, безусловно, лучше начинаем понимать этот мир. Также на открытом уроке с учениками рассуждали о любви, целомудрии, смирении и других вечных понятиях, которые священник Дмитрий Березин объединил в список основных человеческих добродетелей. Первый добродетель – это любовь. Слово достаточно заезженное. Но как сказать, что я люблю человека? То есть как это проверить? Есть очень хороший такой критерий проверки. Это любовь всегда, это самопожертвование, самоотдача. Отметим, встреча вызвала много вопросов среди школьников. Так один за другим задавали их, пытаясь разобраться в непростой теме – вероисповеданий. Один из первых был посвящен вере в Бога. Почему вы поверили в того, то есть вы его никогда не видели, и, как известно, все Библии написаны человеческой рукой. То есть Бог диктовал людям, или вы можете это объяснить, или вы поверили, потому что человеку нужно во что-то верить? Любое писание давалось Богом. Вот, например, мы Коран называем «калямулла», то есть словом Всевышнего, словом Бога. И Всевышний через своих архангела, Гавраила или Джабраила по мусульманской традиции передавал свои писания. Известно, что в обществе есть и атеисты. Школьникам была интересна позиция представителей религии и по этому вопросу. Бывает неверие в Бога, вот именно такое, которое вызывает борьбу против Бога, да? То есть вот противление, противление. И здесь надо задуматься. Если человек в Бога не верит, и считает, что, допустим, его нет, что верующие заблуждаются, зачем он с ними борется? А есть такое неверие, которое... Даже еще два вида, наверное, я бы сказал. Одно бывает безразличие. После официальной части школьники буквально не давали уйти спикерам, выстраиваясь в очередь со своими вопросами. И в целом, как отметили ребята, этот урок во многом обогатил их представление по некоторым вопросам. Хотелось бы побольше таких мероприятий. Было достаточно интересно в нашей школе увидеть таких личностей, как-то познакомиться более с духовной культурой. В общем, мне мероприятие очень понравилось. Многие присутствующие отметили важность подобных мероприятий, и особенно для детей. И этот открытый урок стал ярким подтверждением того, что для них это интересно и важно разбираться в особенностях других культур и других вероисповеданий. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел общероссийский прием граждан. Мероприятие вот уже четыре года традиционно проводится в День Конституции Российской Федерации. Проблемы граждан в округе решали начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая Евгений Романцев, а также его заместители. Помочь в решении проблемы, выслушать и дать исчерпывающие ответы гражданам. Одни из главных задач, которые стоят перед теми, кто ведет личный прием. На подобные встречи с сотрудниками правоохранительных органов жители всегда идут с разными вопросами. В Люберецкое управление МВД на этот раз обратились с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, миграции, гражданских отношений между предпринимателями, а также мошенничества. Все вопросы взяты на контроль. В установленные сроки гражданам будут представлены ответы по их обращениям. Отметим, что ознакомиться с графиком проведения личного приема сотрудниками Люберецкого управления МВД можно на официальном сайте ведомства. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберецком отделе МВД прошел день открытых дверей. С работой полиции познакомились старшеклассники, которые планируют поступать в профильные вузы. Ребятам рассказали, что для этого требуется, а также пригласили в музей истории МВД, где собраны уникальные экспонаты. Выбрать свой профессиональный путь будущим выпускникам помогают дни открытых дверей. В рамках подобных мероприятий школьники могут заранее узнать о профессии от первых лиц, задать им волнующие вопросы и подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям. В Люберецком отделе МВД учащихся встретили выпускники Московского университета Министерства внутренних дел имени Кикотя, действующие, а также сотрудники в отставке, которые поделились своим опытом. Моей мотивацией в жизненной позиции определилось пойти в работу в милиции, потому что в своё время меня обидели, меня украли глубей, и милиция их не нашла. А в будущей своей работе мне довелось раскрывать все преступления, связанные в том числе и с кражами глубей. Работа в полиции трудна, ответственна и опасна, как говорят работники этой сферы. Но придя работать именно в правоохранительные органы, после уже сложно перейти в другую профессию. Другой такой работы я не смог найти, даже будучи, когда уже ушёл в отставку. На сегодняшний день я нахожусь в отставке 22 года. Ну и нет, вот всё, душа болит, прикипела, и тянусь я вот именно сюда. Дни открытых дверей проводятся в Люберецком отделении МВД каждый год. Они нацелены на привлечение школьников к поступлению в профильные вузы. На этот раз гостям не только рассказали о нормативах, особенностях студенческой жизни, но и показали музей истории МВД, где ученики узнали многое о сотрудниках Люберецкого отдела разных лет. После этой встречи некоторые учащиеся ещё больше убедились в правильности своего дальнейшего профессионального выбора. Всё очень понравилось. Рассказали то, что учиться сложно, надгусердно, но довольно интересно. То есть есть интерес поступить. Я уже на самом деле этим занимаюсь, то есть я уже прохожу медицинский осмотр, всё вот это вот, то, что надо. Да, нацелен поступить. Учащимся 11 классов, тем, кто выбрал связать свою жизнь с правоохранительными органами, уже нужно начинать подготовку документов, отметили стражи порядка. Для этого необходимо обратиться в Люберецкое управление МВД и заполнить документы. Это необходимо, чтобы поступить в выбранный вуз по целевому направлению. Отметим, что при выпуске для таких учащихся уже не стоит вопрос о трудоустройстве. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Дорожный знак на новогодней ёлке. Сотрудники ГИБДД провели очередной обучающий мастер-класс для школьников. На этот раз они предложили ученикам 56-й гимназии разукрасить ёлочные игрушки по тематике безопасности дорожного движения. Как с таким творческим заданием справились ребята, смотрите далее в сюжете. Украсить новогоднюю ёлку, заодно и вспомнить правила дорожного движения. В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД решили в очередной раз рассказать школьникам о необходимости соблюдать меры безопасности. Как показывает практика, наиболее эффективный метод – игровая форма. Детям предложили разукрасить ёлочные шары, но вместо снежинок и привычных новогодних рисунков они должны были изобразить на них различные дорожные знаки. Пока краска высыхает, инспектор проверяет знания ребят. Малыши должны соблюдать правила дорожного движения? Да, да. Малыши должны ходить по земле. Такие профилактические меры дают свои положительные результаты. На территории обслуживания Люберецкого ГИБДД наблюдается небольшое снижение количества детей, пострадавших при ДТП. В аналогичном периоде прошлого года таких случаев было 28, а за истекший период текущего года – 23. Несмотря на небольшое снижение, мы рады такой тенденции и хотим, чтобы она продолжалась на протяжении последующих лет. Дети правила дорожного движения знают лучше, чем взрослые, потому что взрослые часто забывают и очень торопятся. А дети эти правила знают наизусть и на отлично. После того, как ребята разрисовали новогодние шары, они приступили к самой приятной части работы – стали украшать ими праздничную ёлку. Теперь правила дорожного движения ученики 56-й гимназии запомнят ещё лучше. С Новым Годом соблюдайте правила дорожного движения! Луизия Игезарян, Никита Скраган, телеканал НРТ. Традиционно в преддверии новогодних праздников в Люберцах проходит конкурс творческих работ «Рождественская игрушка». На этот раз от школьников и воспитанников детских садов поступили порядка 400 праздничных поделок. На днях конкурсная комиссия выбрала самые лучшие. Проведение конкурса «Рождественская игрушка» уже стало доброй традицией. В этом году в нём приняли участие всеобщее образовательные и дошкольные учреждения. Изначально лучшие работы выбирают на базе учебных заведений. Затем они попадают на муниципальный этап конкурса. В Центре развития образования каждую поделку рассматривают и оценивают компетентные члены жюри. У нас в конкурсной комиссии присутствуют лучшие педагоги и воспитатели, которые работают в этом направлении. Это и руководители методических объединений, победители различных конкурсов. Творческие работы представлены в пяти номинациях. Ёлочная игрушка, новогодняя красавица, символ года, гирлянда и рождественский домик. В конкурсной комиссии необходимо выбрать в каждой из них самую лучшую. Призовые места распределяются по возрастным категориям. Такие показатели, как креативность, оригинальность исполнения, эстетическое оформление конкурсной работы, интересное выполнение, имея в виду техника, имеет в него маловажную роль. Креативных и нестандартных работ оказалось много. Вот, например, домик из печенья, вот зимний замок из кубиков сахара и вот символ наступающего года, сделанный из обычных пластмассовых бутылок. Среди такого большого разнообразия сделать выбор очень сложно, но победители среди дошкольников уже определены. Новогодняя красавица в номинации «Ранний возраст» категория победила Алешина Виктория, детский сад номер 89. А тем временем конкурсная комиссия уже выбрала лучшую работу среди школьников в номинации «Символ года». В младшей возрастной категории победил ученик 20-й гимназии Кирилл Григорьев. Прекрасная композиция, хорошо передаётся символ года, с одной стороны символ года собака, с другой стороны семья. Здесь мамочка со своими детишками и щеночками. Сама работа очень-очень тёплая. Все игрушки, созданные руками люберецких детей, по праву украсят ёлки городского округа, в том числе и самую главную новогоднюю красавицу в триумфе. А награждение победителей состоится во время ежегодных фестивалей «Лучики» и «Звёздочки». Луизия Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Творческий конкурс «Моё родное Подмосковье» подошёл к концу. Торжественное награждение состоялось накануне в Химках. Победители определили по трём номинациям. Лучший рисунок, фотография и литературное произведение. Укрепление межэтнических отношений и культурный обмен между представителями различных национальностей Подмосковья. Главная идея конкурса легла в основу работ участников. Их возраст, в свою очередь, не имел ограничений. Самому старшему конкурсанту исполнилось 85 лет, а младшему – 4 года. Всего за победу сразились более 10 тысяч человек. Лучшие работы отбирала экспертная комиссия из 30 членов жюри. Среди них представители Общественной палаты Московской области и Регионального консультативного совета по делам национальностей. На торжественной церемонии награждения в ДК «Родина» для гостей выступили творческие коллективы «Химок». Веер, маятник и топорик – именно так называются виды подачи в настольном теннисе. Своё мастерство в этом виде спорта продемонстрировали около 80 учащихся общеобразовательных учреждений Люберецкого округа. Соревнования прошли в рамках 53-й спартакиада «Олимпионик-2018». На этот раз площадкой для их проведения стала детская спортивная школа. Настольный теннис популярен во всех странах. Он также входит в перечень Олимпийских игр. Здесь, как и в любом другом виде спорта, свои приёмы, техника и тактика, которые позволяют спортсмену добиваться побед. Я выиграл две партии у одного мальчика. Как бы противник попался достаточно серьёзный, но не настолько, чтобы проиграть. Тактика, может быть, сказать, сначала не раскрывать сопернику весь букет приёмов, а сначала использовать простые приёмы. И когда противник расслабится, как бы уже избивать ему серьёзный уровень. Сборные школы на соревнованиях были разделены на три группы по пять команд. И одна – четыре команды. Они играли между собой по круговой системе. Мы же играем отдельно мальчики, отдельно девочки и смешанные команды. Вот когда поодиночке, они посильнее. Но понимаешь, что как бы всегда хочется выиграть. Да понятно, что зайти хотя бы в тройку. Помимо командного зачёта, участники соревнований сражались и в личном первенстве. Как отметили организаторы игр, от года к году рейтинг участников победителей меняется. Но интерес к этому спорту остаётся таким же высоким. В прошлом году у нас в этой группе школ была 16-я гимназия на хорошем счету, 1-я гимназия и 53-я, и 12-я лицея. Вот они четвёрка таких более-менее сильных команд. Но с каждым годом дети уходят из школ, приходят. И поэтому в этом году что ожидать, мы даже и не знаем. Однако в этом году в соревнованиях по настольному теннису в рамках 53-й спартакиады призовые места распределились следующим образом. Третье место заняла гимназия номер 18, второе – 41-е. И почётное первое место заняла 24-я гимназия городского округа Люберцы. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Зима таит в себе не только много прекрасного, но и много опасного. Одна из таких вещей – гололёд. В этих ледяных погодных условиях значительно повышается риск падения, а значит и получения травм. Как уберечь себя от подобных случаев? А если всё же упали и повредили какую-то часть тела, что делать? Смотрите наш следующий сюжет, и вы всё узнаете. Поскользнуться нельзя, устоять в ногах. В этом предложении каждый из нас запятую поставит по-своему. А действительно, почему зимой одни люди всё время падают, а другим с лёгкостью удаётся ходить по скользким дорогам? Что это? Чувство баланса, осторожность? А может быть, просто банальное везение? Давайте разбираться. Ну, я думаю, что мы не можем провести чёткую корреляцию, кто падает. Безусловно, сейчас, когда люди начали больше падать, то это женщины постклимактерического возраста, это всё-таки остеопорозы. Это большое количество переломов лучезапястного сустава, меньшее количество переломов шейки бедра, то есть всё это осложнение остеопороза. Остеопороз или по-простому хрупкость и ломкость костей, конечно, не является причиной самих падений, однако очень серьёзно влияет на их последствия. То есть у пожилых людей риск получить перелом резко возрастает. Однако при правильном подходе с этим можно бороться. Безусловно, людям доступна денсинтометрия, которая определяет минеральную плотность костей. И это позволяет как-то провести динамику, диагностику, проводить профилактику и объективизировать эти данные. Кроме этого, врачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности во время травмоопасных погодных условий. Сейчас везде продаются накладки на обувь в виде противоскользящих шипов. Они очень сейчас доступны, можно одевать и не стесняться, прежде всего. Не стесняться пользоваться специальными палочками, не стесняться пользоваться пандусами. Ну и в конце концов не стесняться просить ЖЭКи и всевозможные наши организации, чтобы чистили наши дорожки, пандусы и ступени. Расчисткой тротуаров занимаются управляющие компании. И кроме этого в их обязанности входит и обработка прилегающих к дому территорий специальными реагентами. Обработка территории осуществляется в случае перепада температур с плюс на минус. Мы стараемся смотреть прогнозы и заранее обрабатывать территорию соответствующими реагентами. В случае, если вдруг у жителей есть жалобы, они могут обращаться в единую диспетчерскую службу городского города Люберцы. Телефоны, которые располагаются на всех детских площадках, также в подъездах домов. Все это, конечно, хорошо и правильно, но, как говорится, знал бы, где упасть, соломки подстелил. Так случилось и с Людмилой Зиряновой. Женщина ни разу в жизни не падала, но недавно стала жертвой гололёда. Ну, сама виновата. Надо было медленнее идти. Я побежала. Всё было припорошено снегом, поэтому ничего не видно было. Итог – перелом лодыжки со смещением отломков и разрывом связки. Сложная операция уже позади. Сейчас женщине предстоит провести пару месяцев гипси, потом период реабилитации. Своим опытом Людмила делится с нашими телезрителями. Не надо бежать, надо идти медленно. При этом гололёде бегать нельзя. Ни в коем случае. Даже если вы опаздываете, лучше идти медленно. Ну, а если вы всё-таки упали и чувствуете, что повредили что-то, срочно в травмпункт. Оказанная вовремя медицинская помощь поможет избежать осложнений. Если возможности оперативно приехать в больницу нет, помните, холод и покой – лучшие методы лечения травм и повреждений. Врачи советуют приложить к месту ушиба лёд и ограничить физическую нагрузку. Например, наложить тугую повязку или зафиксировать повреждённую часть тела с помощью картона или иных подручных средств. А вообще, лучшая профилактика падений – это активный и здоровый образ жизни. Безусловно, при активной жизненной позиции и вообще активном жизненном тонусе человек не упадёт. То есть люди, которые занимаются физической нагрузкой, они меньше падают, соответственно, меньше ломаются. Ну и напоследок совет лично от меня, милым девушкам. Зимой старайтесь не носить обувь на высоком каблуке. Ведь плоская подошва значительно увеличивает ваши шансы устоять в гололёд на ногах. Мария Лапочева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. На очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз наш корреспондент Анна Троян узнала, как люберчане относятся к спорному законопроекту, согласно которому письма счастья автомобилисты будут получать не от ГИБДД, а от региональных органов власти. Превышение скорости, выезд на выделенную полосу, проезд на красный свет. Нарушения по ДД, зафиксированные видеокамерами, могут отдать в руки власти. Резонансный законопроект уже принят в первом чтении Госдумы, что вызвало массу споров как со стороны депутатов, так и со стороны автовладельцев. А что по этому поводу думают люберчане, узнаем прямо сейчас. Я вообще первый раз слышу, по мне так письма счастья, если это скамеры какие-то прилетают, то практически всегда попадают в точку. Иногда бывает, что там как-нибудь тень на полосу. Ну, то есть сейчас, в принципе, все нормально. Я не знаю, как то, что изменится. Я думаю, что письма счастья добавятся еще больше. Мне кажется, почему бы не так. Что ГИБДД, что власть, даже если власть залезет, мне кажется, просто больше начнут денег, может заниматься саморогой. Может быть, контроль там будет лучше за всякими теми же нарушениями. Получше, может быть, система будет, я не знаю. А что изменится от этого? Вы думаете ничего? Думаю ничего. Все, спасибо. Конечно, ГИБДД лучше. Мне кажется, ГИБДД должно заниматься совсем не власть, а власть должна заниматься совершенно другими вопросами. Для меня это ничего не повлияет никак. Никакая разница. Мне кажется, что должны делать ГИБДДшники, потому что если это будут делать люди при власти, то тут, ну, как сказать, этими фирмами, наверное, будут владеть, так сказать, люди, которые приближены к власти и дальше уже смогут каким-то образом деньги отходить. Мне так кажется, я не знаю. Все-таки государство решает, и здесь уже обычные люди ничего не смогут сделать. Как есть, посмотрим, а уже дальше будет видно. По сути, законопроект обоснован, ведь все затраты по установке камер видеофиксации лежат на муниципалитетах, а штрафы за нарушение ПДД и так идут в казну региональных дорожных фондов. Однако Люберчени не согласны с нововведениями и считают, что письмами счастья должны заниматься госавтоинспекторы. Анна Троян, Александр Богданов, специально для рубрики «Свободный микрофон». Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.